Здравствуйте уважаемые трейдеры, инвесторы, с вами на связи Виталий Кухтан, сегодня программа открытый микрофон. Поговорим по основных инструментах, таких как евро-доллар, фунт-доллар, нефть, марки бренд, золото, S&P500 и биткоин. Так, начнем давайте с евро-доллара, напомню, по евро-доллару я последние два месяца советую покупать, покупать с долгосрочным ростом. Так, напомню, самым главным уровнем поддержки по евро был 0,770, я говорил, что выше этого уровня только покупки. Еще с апреля советовал среднесрочно его покупать. Здесь несколько раз возвращались к этому уровню, тестировали его и ложно, вот в начале, в конце апреля, в мае хорошо его протестировали и цена очень хорошо ушла наверх. Дальше, вот эти все покупки, которые я советовал с целями 1,10, 1,10 тоже часто тестировали, был явно выраженный уровень. Я говорил, только после того, как мы пройдем уровень 1,10, у нас открываются дальнейшие цели. Это 1,1150 и, возможно, 1,15. Максимум, который был в марте поставлен. В принципе, мы выше 1,10 закрылись только позавчера, я говорил еще на битвах тренера, кто смотрел битвы, точнее аналитиков, что здесь евро скорее смотрится на пробой наверх, шортов я здесь не вижу, но ниже 1,10, в принципе, они могли быть, но, скажем, я у них в эти шорты не сильно верил. И только позавчера у нас, как мы видим, дневной, дневная цена закрылась выше 1,10, 1,10 это был психологический уровень, плюс это был уровень, который мы удерживали несколько раз, вот здесь один раз, два раз, три раз, два раз, то есть это был ярко выраженный уровень, свежий, который мы формировали целый апрель и май. Вчера закрылись и, как видим, цена дальше пошла нафиг. На текущий момент, что мы можем сказать, то покупал евро-доллар на всех моментах не советовал и выше 1,10, в принципе, покупки можно удерживать. Думаю, что здесь мы дальше будем тестировать 1,11,50, если пройдем 1,11,50, за ним тоже нужно следить, за этим уровнем. Если будет ложно его тестировать, возможно, здесь будет формироваться какой-то шорт, но покупки я бы советовал удерживать в среднесрочном для тех трейдеров, кто торгует. С целями 1,15. Если цена, скажем, уйдет ниже 1,10, вот сюда, то в таком случае у нас генерируется сильный шорт с глобальным падением. Но это уже нужно смотреть по факту. Возможно, где-то выше сформируется какой-то вариант шорта. Но на текущий момент только покупки и рынок уже укажет нам те моменты. Поэтому у всех с прибылью, кто покупал евро-доллар. Дальше, фунт-доллар. По фунту я говорил, что фунт, я вижу, также в лонг, глобальный. Он идет потихонечку, да. Кто смотрел битвы аналитиков, рассуждал, что у нас здесь достаточно сильный уровень, сложным пробоем. Мы его здесь протестировали. И пошел, хороший у нас пошел вот здесь импульс. Один, да, еще один импульс. Во вторник импульс. Пошел такой достаточно резкий откат. Конечно, в среду я такого отката не ожидал. движение, даже уже подумал, что здесь, возможно, будет какая-то генерация шартов будет набираться. Но вчера хорошо дальше выкупали. Пока вот эти все покупки среднесрочные, они действуют. Я читал там комментарии. Многие покупали по моим рекомендациям. Они фиксировались там в течение дня. Но кто покупал его с надеждой увидеть там 1.26, 1.25, в принципе, можно дальше удерживать. Часть сделки обязательно закрыть, без убытки сидеть и ждать дальнейшее движение наверх. Здесь пока все смотрится в нормах. Ситуация сменится и сменится, если мы будем, скажем, задавливать цену вниз. Если пойдет сильное движение вниз, там сегодня или же с понедельника. В таком случае, возможно, будет какое-то формирование шартовых идей. Но на текущий момент, кто покупал удерживаемые покупки, даже с текущих, в принципе, кто не успел купить, фунт смотрится в лонг. Но, в принципе, здесь в таком хорошем поджатии, я думаю, что, скорее всего, должны уйти наверх. Мы закрылись даже вчера выше уровня 1.20, 2.95. Пока здесь в покупке шорт, но он может быть, конечно, если мы не пройдем вот этот хай, локальный, который был образован во вторник и в среду, получается, да, если мы его не сможем пройти, сегодня будут цену задавливать вниз, таким образом, то, в принципе, что-то будет формироваться. Но это уже я буду смотреть по факту. Поэтому, кто купил здесь снизу, на рынке есть несколько моментов, да, есть точки входа, да, и есть просто нужно удерживать позицию. На текущий момент, скажем, как бы смотрится вверх, но это уже слабенькая точка входа. Дальше, нефть. Нефть марки Brent и Light, они, в принципе, одинаковые. Так, давайте, что здесь можно сказать? В принципе, я ожидал здесь снижения по нефти позавчера. Оно произошло, оно, конечно, было такое тяжелое. Я с этих шортов вышел, заработал всего там копейки. В принципе, шорт отрисовали. В районе, там, 200 пунктов с копейками, но мы удержали дальше поддержку и снова появился покупатель. На текущий момент вот это все, скажем, достаточно тяжелое по нефти. У нас здесь есть вот такая чашечка, да. Она может сгенерировать достаточно сильный шорт. Что нам нужно для этого? Это первое. Сегодня, возможно, есть шорты стекущих, да. Но они снова рискованные, как и в среду, я говорил. Здесь шорт он рискованный, потому что это контртренд, сделка. Стекущих я бы подождал в таком формате. Можно шортануть. Это для тех, кто там верит в шорт по нефти, с фундаментальной точки зрения. Более надежный шорт, если мы закроемся ниже 34. Ниже 34. В таком случае у нас будет генерация шортов в район 32, вот сюда. И дальше в район 29. Возможно, и ниже. Но я думаю, вот эти области для коррекции возможны. Это первый вариант. Второй вариант. Если мы сегодня закроемся все-таки выше 37, в таком случае у нас ожидает дальнейший рост достаточно сильный. Но нужно за 37 уровнем следить. Возможно, у нас будет образование условно ложного пробоя. В таком случае улетим сильно вниз. Поэтому не нужно просто там купил и все. Поставил стоп, закрылись ниже, перевернулся и так далее. То есть это трейдинг. Здесь нет такого, что лонг и все. Это нужно смотреть уже по факту, что формируется. Уровни по нефти здесь вот отрисованы. За ними наблюдаем. Пока, если перейти на часовой камфрейм, здесь явный канал 34 на 37. Здесь есть и сильные покупатели. Поэтому в текущем, вот посередине канала, я бы не советовал ничего делать. Подождал бы реакцию на этот канал и после этого уже принимал какие-то действия по данному инструменту. То есть выйдем вниз, шерпим, выйдем наверх, покупаем данное сомнение. Лайт, в принципе, такие же уровни. Вот у нас. Лайт. Это. 31. Там с копейками. 31.10. На 34.60. Зинологичный канал. Ждем подхода с данного канала. Аналогично. Если пройдем 31, цели в район 28. Даже можем в район 24-25 спустить. Пройдем 34.6. У нас полет в космос. Но также следим за уровнем. Потому что если будет образован ложный пробой, в том случае будет генерация сильных шахтов. По нефти все понятно. Уровни, уровни идей есть. Золото. Золото пока идет по тому сценарию, который я ожидал. Долгосрочный. Возможно формирование долгосрочного шарта. Но не исключаю какой-то перехай по данному инструменту. Потому что здесь в этой области я говорил, нам бы желательно обновить 1685 цену. Вот эту волну, с которой мы начали рост. Потому что у нас это, как я не исключаю, возможно коррекция сейчас по золоту идет. У нас здесь есть и трендовый, и такой треугольничек. Это похоже, как вариант, на коррекцию. У нас может пойти сильный выстрел на перехай. Это первый вариант. Это если будет пятая волна с перехая. Но кто там с фундаментальной точки хеджируется, можете покупать. Я бы по золоту подождал каких-то более явных сигналов. Сегодня, чтобы подтвердить шорт, как я уже сказал, нужно цену задавить, продавить вот эти все минимумы. И дальше искать на коррекцию шорты. Что я могу сказать на текущем момента. Потому что явно здесь выкупают, и если это у нас коррекционная волна, то мы будем обновлять хи, возможно, и будут усеченные. Где-то в район 1750 и ниже уйдем. А так, на текущий момент мы видим, удерживаем уровень 1723. это была поддержка на прошлой неделе хорошей и на текущей. Мы ее пробили, сейчас тестируем. Идет поджатие цены наверх. Смотрится на пробой. Если сегодня будем задавливать низ, то я думаю, уже с понедельника вторника здесь уже подтверждение глобальных шартов будет более явное. Поэтому по золоту такой момент. Но то те, кто шартил золото здесь на хаях, по модели номер два, в принципе, как я уже повторял в прошлый раз, сделку можно удерживать без убытки, часть закрыть обязательно какую-то небольшую. Или если хотите больше заработать, как всегда трейдеры хотят. Оставляем весь объем, да, в таком случае просто нужно нужно более часто перезаходить. Поэтому такой вариант. Напомню, почему я ожидаю шорт по золоту. Все основные банки, трейдеры фундаментальные ожидают лонг с той причиной, что золото сейчас является таким хеджем, да, для вот этого кризиса. Но, как видим, в принципе, и акции растут и так далее. Но есть такое понятие, как сантимент рынка, те, кто торговал криптовалютой в 17-18 году, помню, там был сантимент бочи максимальный. Когда рынок подошел в район 20 тысяч, когда уже все поверили в дальнейший рост биткоина еще на 50-100 тысяч, кто-то на миллион, да, то биткоин всех наказал, и не только биткоин, а все остальные криптовалюты, которые болились на 80-90%. Аналогично по зону. Я это не утверждаю, это, скажем, как бы, ожидаю такую возможность. По зону, это тоже возможно произойдет, вот если посмотреть на недельный график, смотрите, у нас уже здесь рост идет с 17-18-19, конкретно 18-й, часть 18-го, 19-й, 20-й год у нас вертикальный рост, поэтому здесь все в покупках, а рынок, он работает, скажем, если сильно перекуплен, скорее всего будет глобальный обвал, но для каких-то точек входа в шорт всегда я смотрю технически. На текущем момент пока ситуация непонятная, На цену выкупают Нужно еще обновить Хотя бы позавчерашний минимум А желательно 1685 В таком случае у нас уже Вот эта волна Я же сказал Почему я на это Обращаю внимание, это очень главное Вот эта волна, которая у нас показала новый максимум Ее нужно Этот минимум перебить В таком случае Вот эти все покупатели, которые здесь Последние волны заходили и их будут сметать А на текущий момент Ее пока удержать И у нас вполне достаточно Возможен Дальше S&P500 По S&P500 очень красивая картинка Получилась В прошлых обзорах Аврил За уровень 2960 2980 После закрытия Только выше этого уровня Ожидая дальнейший лог В принципе мы закрылись На этой неделе 25 числа Выше И как видим Очень красиво Погнали наверх На текущий момент Что можно сказать S&P500 И дальше Смотрится наверх Возможно Где-то там Сперехайм глобальным Да Вот этого Оровня 3400 3500 Но Только как мы Зайдем За Минимум Получается С 3D Это 2960 65 Ниже вот этого уровня Закроемся У нас По этому инструменту Не исключаюсь Будет генерация Хорошего шорта В район 2800 И возможно Ниже Мы глобально Уйдем Поэтому На текущий момент Смотрится Лугон Продолжается Те кто Покупал Среднесрочно Я бы Советовал Удерживать И только После того Как мы Закроемся Ниже Уровня Я бы Рассматривал Точки входа В шорте Но это уже Будем смотреть По факту Не будем Уходать На кофейной Курш Дальше В принципе Здесь один уровень За ним Нужно следить Биткоин Аналогично В тренде Да Но Сегодня Мы подходим К сильной Сильной Уровню Это в район 9600 С копейками Да Здесь Нисходящий Нисходящий Такой локальный Тренд От этого Тренда Мы уже Несколько раз Скидывали Плюс Это 10 тысяч С этой точки Мы раз Скинули Два Скинули Сейчас подходим Если мы от него Отобьемся Еще раз Будет Хороший Закходной Сильный Импульс Низ Это будет Возможно Сегодня Возможно На выходных Нужно следить Как Именно было В феврале Смотрите Идет Такой Вертикальный Рост Вертикальный 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 Если будет Третий Такой Сильный Шорт Свечатка Бежная То нужно За ней Наблюдать Возможно Здесь будет Формирование Такого Шорта Очень Сильное Покупать Биткоин Нужно Только Выше Десяти Тысяч Такой Формост По данному Инструменту Это Психологический Уровень Мы его Как видим В начале Текущего Года Тестировали Там Десять Тысяч Немножко Прокалывали И сейчас Даже Не смогли Ни разу Закрыться Больше Данного Уровня Поэтому Здесь Опасно То что Я же говорю Прошел Хаудинг Две Недели Назад Или Сколько И все Ожидают Что Дальнейший Рост Возможно Конечно Он Медленный Но Здесь Я бы Лучше Смотрел Технические Тренд Поэтому Ждем Реакции Нисходящий Тренд Локальный Если Будет Реакция На него Желательно Конечно Пробить Для Более Надежного Глобального Шарта 8 600 Вот Этот Миним Текущий Дель Здесь Я думаю Может Пойти Очень Сильный Глобальный Бал А Покупки Ее Вот Только Больше Закрадились И То Нужно Смотреть До 10000 Уровня Потому Что Аналогично Могу Скажем Сделать Сделать Такую Ловушечку Уйдут Площадь 10000 Все Здесь Будут Покупать Рост 12-15 Закрытие Ниже И Такой Увал Итак Всем Спасибо Кто Посмотрел Обзор Вопросы Можете Писать В комментариях Также Напомню На сайте Кухта Кепитал Вчера Публиковал Новую Хорошую Статью Трейдинг И Спорт Что Общего Можете Ознакомиться Довольно Полезная Статья Кто Занимается Трейдингом Более Скажем Подробная Информация Будет Уже На битве Аналитиков Если Будут Какие-то Моменты По рынку Меняться По тому же Евро Или Фунту Или Золото Я уже Буду Освещать Потому что Я смотрю С технические Точки Зрения Ситуация Может Меняться На текущий Момент Ланги Смотрят По евро Если Ситуация Сменится Сегодня Сейчас Пондельник Вторник Это Нужно Будет Менять Свои Прогнозы По данным Инструментам Всем спасибо До свидания С вами был Виталий Продолжение следует Продолжение следует...